Абдурахман ибн Ауф Да благословит тебя Аллах за то, что ты дал, да благословит тебя Аллах за то, что ты оставил себе. Из мольбы посланника Аллаха, салляллаху алейхи ва салям. Он был одним из тех восьми первых, которые приняли исламскую веру. Он был одним из десяти, которым еще при жизни был обещан рай. Он был также одним из шестерых членов Совета в день избрания халифа после Умара ибн-Хаттаба. Он был среди тех, кто выносил фетвы в Медине в то время, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, находился среди мусульман. Он был среди молодежи Медины, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сплачивал там ряды мусульман. В доисламскую эпоху его имя было Абдуамр. Когда же он принял исламскую веру, благословенный посланник Аллаха назвал его Абдур-Рахманом, рабом милостивого. Таков Абдурахман ибн Ауф, да будет доволен им Аллах, и да сделает он его довольным. Абдурахман ибн Ауф принял исламскую веру до того, как благословенный посланник Аллаха вошел в дом Аль-Аркама, и двумя днями позже того, как ислам принял правдивейший Абу-Бакр. Подобно всем первым мусульманам, Абдурахман претерпел такие же тяжкие испытания. Однако, как и они, он выстоял, был твердым и правдивым в вере. Как и многие другие мусульмане, спасая свою веру, он переселился в Эфиопию. Когда посланнику Аллаха и его сподвижникам было разрешено Аллахом переселиться в Медину, Абдурахман был в авангарде тех, кто переселился ради Аллаха и его посланника, саллиллаху алейхи вассалям. Когда посланник Аллаха начал братание мухаджиров с ансарами, он побратал Абдурахмана с Аадом ибн Аррабия Аль-Ансари. Саад сказал своему брату Абдурахману ибну Ауфу, «О, мой брат, я самый крупный собственник в Медине, и у меня есть два сада. Кроме того, я женат на двух женщинах. Выбери сам из этих двух садов один, который тебе приглянется, и я уступлю его тебе. А также выбирай одну из моих жен, которая нравится тебе больше всего, чтобы я развелся с ней, и ты смог бы взять ее в жены». Абдурахман ответил своему брату Аль-Ансари, «Да благословит Аллах тебя, твоих близких и твое имущество. Но мне хотелось бы, чтобы ты показал мне, где здесь базар». Саад показал Абдурахману базар, и он начал торговать там, покупать и продавать товар, извлекать доходы и копить средства. Очень скоро Абдурахман собрал необходимые средства для Махра, женился, а затем пришел к посланнику Аллаха, распространяя вокруг себя аромат благовоний. «Что с тобой?» – удивленно воскликнул пророк. «Я женился», – ответил Абдурахман. Посланник Аллаха спросил, «А какой Махр ты выделил своей жене?» «Я отдал ей один нават». Это такой небольшой кусок золота, размером с финиковую косточку. «Я отдал ей один нават золота», – ответил Абдурахман. «И обязательно устрой угощение, подав хотя бы одного барашка, и да благословит Аллах тебя в твоем имуществе», – сказал посланник Аллаха. «После этих слов», – сказал Абдурахман, – «жизнь сама устремилась ко мне навстречу. Мне даже показалось, что стоит мне поднять любой камень, как я найду под ним золото или серебро». В битве при Бадре Абдурахман ибн Уауф геройски сражался на пути Аллаха и в бою убил врага Аллаха Умейра ибн Усмана ибн Кааба Ат-Таймию. В битве при Ухуде Абдурахман проявил твердость, когда дрогнули воины, и сохранял стойкость, когда потерпевшие поражения начали отступать. Когда он вышел из боя, на его теле насчитывалось более 20 ран, некоторые из которых были настолько серьезны и велики, что в них свободно входила рука. Наряду со всеми этими подвигами, джигад Абдурахмана ибн Уауфа на поле боя не шел ни в какое сравнение с его джигадом в жертву, а не своим имуществом. Однажды, намереваясь снарядить отряд для проведения военного похода, посланник Аллаха обратился к своим сподвижникам со следующими словами «Делайте ваши пожертвования, так как я намереваюсь отправить военную экспедицию». Абдурахман ибн Уауф помчался домой, затем быстро вернулся и сказал «О посланник Аллаха, у меня есть четыре тысячи, из которых две я ссудил моему владыке, а две оставил моим детям». Услышав это, посланник Аллаха воскликнул «Да благословит тебя Аллах за то, что ты дал, да благословит тебя Аллах за то, что ты оставил себе». Когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, принял решение совершить военный поход на Табук, а это был последний в его жизни поход, он испытывал большую нужду, как в средствах, так и в войнах. Византийская армия была очень многочисленной, а Медину именно в этот год поразила сильнейшая засуха. Войскам предстоял длительный и тяжелый переход. Продовольствия было мало, а нехватка верховых животных была такой острой, что когда к пророку, салляллаху алейхи вассалям, пришла группа верующих с настоятельной просьбой взять их в поход, он был вынужден им отказать, поскольку не хватало верховых животных. Со слезами на глазах и очень опечаленные эти люди удалились, сетуя на невозможность сделать свой вклад в общее дело. Этих людей назвали плачущими, а силы, участвующие в походе, армии тяжелого положения. В такой ситуации посланник Аллаха повелел своим сподвижникам делать пожертвования во имя Аллаха, указав, что это доброе дело будет зачтено Аллахом. Все мусульмане, как один, бросились исполнять призыв пророка да благословит его Аллах и приветствует. Среди первых жертвующих был Абдурахман ибн Ауф, который сделал свой вклад в размере двух унций золота. По этому поводу Умар ибн Хаттаб сказал посланнику Аллаха, то, что делает Абдурахман является грехом, он же совсем ничего не оставит своим родным и близким. Посланник Аллаха спросил, оставил ли ты, о Абдурахман, что-нибудь своим близким? Он ответил, да. Я оставил им нечто большее и лучшее из того, что я потратил. Это сколько же, спросил посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям. Это все обещанное Аллахом и его посланникам, пропитание, добро и награду, ответил Абдурахман. Мусульманская армия выступила в поход на Табук. В этом походе Аллах удостоил Абдурахмана ибн Ауфа такой чести, какой не был удостоен ни один из мусульман. Однажды пришло время намаза, а посланника Аллаха не было. Тогда Абдурахман ибн Ауф собрал мусульман и, заняв место имама, начал сам руководить общим намазом. Едва закончился первый ракаат, как к молящимся присоединился посланник Аллаха. Следуя за действиями Абдурахмана ибн Ауфа, он встал в ряды в молящихся и отмолился за его спиной. Разве может быть что-нибудь более почетное и достойное, чем быть имамом у предводителя всех людей и имама пророков, Мухаммада ибн Абдуллаха, да благословит его Аллах и приветствует? Когда посланник Аллаха скончался, да благословит его Аллах и приветствует, то Абдурахман ибн Ауф стал защитником интересов матерей правоверных, жен пророка и их опекуном. Он ходатайствовал об их нуждах, сопровождал их в их поездках и паломничестве, покрывая их паланкины зелеными балдахинами и показывая им различные интересующие их достопримечательности. Такой честью и доверием со стороны матерей правоверных Абдурахман ибн Ауф мог по праву гордиться. Благотворительность Абдурахмана ибн Ауфа в отношении мусульман и матерей правоверных достигла такой степени, что он продал принадлежавшую ему землю за 40 тысяч динаров и полностью разделил эти деньги между людьми племени Зухра, а также бедными мусульманами и мухаджирами. Деньги получили также все жены пророка, салли Аллаху алейхи вассалям. И когда мать правоверных Аиша получила причитающуюся ей долю, то воскликнула, тоже послал эти деньги. Когда же ей ответили, что это сделал Абдурахман ибн Ауф, то Аиша сказала, а ведь посланник Аллаха говорил, никто не проявит к вам жалости после меня, кроме стойких. Призыв посланника Аллаха к Всевышнему не спасать благословение Абдурахману ибн Ауфу и держать его по своей сенью сопутствовал ему в течение всей жизни. Абдурахман стал самым богатым из сподвижников посланника Аллаха, салли Аллаху алейхи вассалям. Его торговля росла и приумножалась, а караваны, принадлежавшие Абдурахману, непрерывно уходили из Медины и прибывали в нее, доставляя ее жителям пшеницу, муку, масло, одежду, посуду, благовоние, а также все необходимое. Из Медины караваны Абдурахмана вывозили излишки лучшей продукции, произведенной там. Однажды в Медину прибыл очередной караван Абдурахмана ибн Ауфа, в котором было 700 вьючных животных. Да, именно так. Там было 700 вьючных животных, которые привезли продовольствие, а также другие товары, необходимые людям. Верблюдов было так много, что когда караван вступил на территорию Медины, то земля в городе задрожала под их копытами. Аиша воскликнула, что означают эти сотрясения и шум. Ей сказали, это караван Абдурахмана ибн Ауфа, в котором 700 верблюдов привезли пшеницу, муку и другое продовольствие. Аиша, да будет доволен ею, Аллах воскликнула. Да будет благословение Аллаха в том, в чем он наградил его в этом мире, и да будет награда его более великой в ином мире. Я слышала, как посланник Аллаха говорил, наградой Абдурахману ибну Ауфу будет то, что он попадет в рай. Еще до того, как верблюды каравана спустились на землю, гонец передал Абдурахману ибну Ауфу слова матери правоверных, содержащие радостную весть о том, что он попадет в рай. Едва это счастливое известие достигло его ушей, как он, окрыленный, помчался к Аиши и сразу же спросил ее, «О, мать правоверных, неужели ты слышала это от самого посланника Аллаха?» «Да», – ответила она. Абдурахмана охватила невероятная радость, и он воскликнул, «О, если бы я мог, то вошел бы в рай и стоя. Я торжественно свидетельствую, о мать правоверных, что весь этот караван со всем грузом, вьюками и поклажей я жертвую во имя Аллаха». После этого прекрасного и сияющего дня, когда Абдурахману ибну Ауфу пришла добрая весть о том, что ему суждено попасть в рай, усилилось и возросло его стремление расходовать средства во имя Аллаха и делать пожертвования. Абдурахман начал направо и налево негласно и открыто делать большие пожертвования. Вначале он пожертвовал 40 тысяч дирхамов серебром, а затем 40 тысяч динаров золотом. Его следующий взнос составил 200 унций золота. Кроме того, Абдурахман представил 500 коней для отряда муджаидов, а затем еще 1500 верховых животных для другого отряда. Находясь при смерти, Абдурахман ибн Ауф отпустил на свободу большое число своих рабов. Наряду с этим он завещал каждому из оставшихся в живых участников битвы при Бадре 400 динаров золотом. И каждый из этих 100 бойцов получил эту сумму. Большая сумма также была завещана каждой из матерей правоверных. Мать правоверных Аиша часто вспоминала Абдурахмана с мольбой, да напоит его Аллах из Сальсабиля. И после всего этого, то, что он оставил своим прямым наследником, составляло несметное богатство. Его наследство включает 1000 верблюдов, 100 коней и 3000 овец. Каждая из четырех жены Абдурахмана получила причитающуюся ей долю наследства в размере 80 тысяч. Оставшегося после него золота и серебра было так много, что делившие его между собой наследники устали рубить слитки топорами. Все это богатство пришло к Абдурахману благодаря тому, что посланник Аллаха воззвал к Всевышнему и спрашивая благословения Всевышнего для имущества Абдурахмана. Однако эти богатства не испортили и не изменили Абдурахмана ибну Ауфа. Когда люди видели его среди своих рабов, то по своему внешнему виду он ничем не выделялся среди них. Как-то в один из дней Абдурахману принесли пищу, когда он постился. Он посмотрел на этого человека, а затем вымолвил. «Погиб Мусааб ибн Умайр, который был лучше меня. А мы в поисках Савана среди его имущества не нашли ничего, кроме куска ткани, который закрывал его голову, но при этом открывались его ноги. Если же мы прикрывали этим куском его ноги, то открывалась голова. А нам Аллах дал все эти жизненные блага. Истинно, боюсь я, что наша награда дана нам уже сейчас». Затем он начинал плакать и расстроился до такой степени, что почувствовал отвращение к пище. «Вечное блаженство Абдурахману ибну Ауфу и тысяча великих радостей. Радостную весть о рае ему принес наиправдивейший Мухаммад ибн Абдуллах, да благословит его Аллах и приветствует. Погребальные носилки с телом Абдурахмана к его последнему прибежищу нес Саад ибн Абу-Ваккас. Намаз за ним совершил Зун-Нурейн, Утман ибн Абфан, а в последний путь провожал повелитель правоверных Али ибн Абу-Талиб, который сказал «Ты достиг и познал чистоту этой жизни, избежав любой лжи, да не спошлет Аллах тебе свою милость». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова